НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД В Латвии ответственность за реализацию проекта возлагалась на управление образованием Деогупелса. Финансово проект поддержало городское самоуправление. Парадоксально, но факт, у нас предостаточно информации о деятельности и управлении учреждения образования в европейских странах. А вот о работе соседей Литвы и Эстонии известно немного. Между тем, у них накоплен хороший, до сих пор маловостребованный опыт стратегического планирования, сотрудничества образовательных учреждений с социальными партнерами, командной работой. В ходе проекта его участники убедились в практической значимости всех этих аспектов. И это несмотря на то, что тема управления для них не нова. В городе Далгупелс лет семь тому назад в университете была разработана двугодовая программа. Управление школ называлась она. И наши практически все директора смогли посетить этот курс и получить дополнительное высшее образование. Естественно, без методических знаний, без теоретических знаний ни в коем случае директор не сможет влиять на развитие школы. Ну и, конечно, у нас в городе немаловажная позиция – это качество образования, как и во всех других странах Балтийского региона. Для этого принимается участие и в Олимпиадах, проходит огромная работа в школах. Но если нет команды, тогда, естественно, ничего у нас бы не получилось. Благодаря контактам, установленным в 2009 году с Институтом профессиональной компетентности Вильнюсского педагогического университета и Университетом Гордон-Тарту, участники проекта смогли посетить Литву, Латвию, Эстонию, встретиться с госсекретарями Министерства образования трех стран, обсудить вопросы мотивации системы развития образования, грамотного использования денежных и материальных ресурсов. В рамках проекта проводились открытые уроки, дискуссии, презентации и развития школ, круглые столы. В магистратуре директор Даугубевской государственной гимназии Гунта Маунница писала работу на тему маркетинг, образ и культура школы. Участвуя в проекте, она утвердилась во мнении, для успешной деятельности учебного учреждения одинаково важны все составляющие школьного менеджмента – планирование, учет, контроль, мотивация, анализ, оборот документов и обмен информацией. Главное, к чему мы пришли, что все директора сейчас больше работают не настолько как педагоги, а как менеджеры, потому что очень большое внимание уделяется внешней культуре, внутренней культуре школы и маркетингу. То есть, как продать те услуги, которые предлагает школа. У каждой из стран-участниц проекта Норд-Плюс есть свои достижения и проблемы в области школьного менеджмента. Эстония отличается успехами в управлении билингвальным образованием, воспитательной работой на основе школьных и культурных традиций, процессом финансирования учреждений образования. В Литве нашим педагогам понравилась работа дошкольных учреждений и с одаренными детьми. К нашим условиям применим и существующий в этих государствах опыт менеджмента школ национальных меньшинств. Немало полезного нашла в проекте и администрация Даугупилса. Сейчас уже никем не оспаривается необходимость продолжить начатую год назад разработку стратегической программы развития системы образования в городе. В Литве уже эта программа в действии, если не ошибаюсь, то же самое и в Эстонии. И у них не стоит вопрос, которым школам быть средним или основными, или сколько необходимо для того или иного города гимназии, или любых других учебных заведений. У нас до сих пор происходят дебаты, и дебаты происходят только из-за того, что не определены правила игры. Практически нам ясно, что количество детей уменьшается, изменяются программы, требования обучения. И я думаю, что вот этот семинар должен быть основой при начале разработки своей долгосрочной городской программы развития образования. Итогом участия Даугупилских педагогов в проекте стали научно-исследовательские разработки в области школьного менеджмента, методика, теории и практика управления образованием. Я бы хотела показать, что это только проект, это книга, наверное, которая в данной ситуации только на латышском языке. В дальнейшем эти разработки и разработки программы будут переведены на английский язык, в Литве на литовский язык, в Эстонии на эстонский язык. И сегодня, еще раз пересмотрев все эти работы, я поняла, что в нашем городе Даугупилсе работают прекрасные директора-менеджеры, которые понимают, что один директор в поле не воин. Обязательно должна быть командная работа. 29 июня свой труд латвийские педагоги будут презентовать на заключительной конференции в Вильнюсе. Их литовским коллегам принадлежит ведущая роль в поиске партнеров по проекту Nord Plus в Латвии и Эстонии. За два года плодотворного сотрудничества им удалось создать инновационные обучающие программы, методические наработки, виртуальную учебную среду, планы развития образовательных учреждений. В их разработке участвует весь коллектив, учитываются также мнения учеников, родителей, общественности. Проектные материалы доступны всем, кто интересуется школьным менеджментом и будущим системы образования.